Одна из главных причин роста заболеваемости COVID-19, по мнению руководителя республики, нарушение режима самоизоляции гражданами еще в начале периода сложной эпидемиологической обстановки. О ситуации, которая сложилась в регионе с пандемией коронавируса, Владимир Васильев рассказал в своем интервью. Продолжит Абдурахим Белалов-Даганай. В Дагестане умерли 26 человек от коронавируса и приблизительно 481 от пневмонии. Об этом заявил глава региона Владимир Васильев в своем интервью. Одна из главных причин роста заболеваемости COVID-19, по мнению руководителя республики, нарушение режима самоизоляции гражданами еще в начале периода сложной эпидемиологической обстановки. Он напомнил, что первый скачок заболеваемости произошел 16 апреля, спустя более двух недель с объявления ограничительных мер в России. Точное число смертности от пневмонии в регионе говорит еще рано, подчеркнул глава Дагестана. Одна из причин – отказ родственников, погибших от патологоанатомической экспертизы. 26 человек у нас умерли точно совершенно от коронавируса. 26 человек. А вот если говорить о умерших от вне больничной пневмонии, я разговаривал с Украиной Фомса, с министром, говорил с экспертами, которые к нам приезжали. Мы еще будем это обсуждать. Но вот все, что мог я, проанализировав, называю эту цифру. Вроде к ней пришли 481 человек. Несмотря на ситуацию, в настоящее время в республике число заболевших ниже прогнозов экспертов. Владимир Васильев считает, позитивная динамика появилась за счет солнечной погоды и за счет того, что дагестанцы стали ответственнее соблюдать меры безопасности. Главное сейчас – оперативно выявлять заразившихся людей. Но это непросто. По словам главы Дагестана, тестов на коронавирус в резерве региона пока на 5 дней. Самое главное – оперативному выявлению заболевших. Мы сейчас над этим работаем. Мы поставили задачу выйти на 3000 исследований. Мы поставили задачу. Это очень амбициозная задача, очень сложная, но мы будем к ней идти. Отвечал Владимир Васильев и на самые острые вопросы. Речь идет о жалобе анестезиолога-реаниматолога Центральной городской больницы дагестанских огней президенту России. В обращении говорится о нехватке защитных средств для медперсонала. После чего медработника заставили написать заявление об уходе по собственному желанию, рассказал журналист главы Дагестана. Я обещаю, что за критику никто не будет подвержен несправедливому какому-то наказанию, даже порицанию. Потому что замести под ковер грязь у нас некоторые любят. Но от этого лучше никому не будет. Поэтому будем беспощадно с этим разбираться. Кстати, насколько я понимаю, позицию нашего министра, она такая же – здравоохранение. Когда же все-таки снимут ограничения в Дагестане – это уже следующий вопрос, который, несомненно, волнует каждого дагестанца. О точной дате выхода из режима самоизоляции говорить пока рано, заявил Владимир Васильев. Помимо этого региону предстоит пройти еще один дополнительный этап – перчаточный режим. Я еще раз покажу вот этот график. Вот когда будет снижение, вот сейчас оно началось, и мы будем соблюдать ограничения, и оно будет уходить вот сюда. Тогда будем решать. Я не хочу сейчас говорить о дате, боюсь ошибиться, но с учетом погоды и, самое главное, отношения большинства дагестанцев, за что огромное спасибо. Вы знаете, я вчера впервые услышал от многих, знаете что, не отменяйте. То есть люди поняли, что это опасно. Глава Дагестана заявил, что помимо поддержки правительства России для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию из-за режима самоизоляции, готова помочь и республиканская власть. В частности, Владимир Васильев говорил о возможностях для предпринимателей. Мы снизим, планируем налоги по отдельным видам деятельности. Законопроект вновь подписан, передано в народное собрание. На первой сессии, внеочередной, я думаю, которая в ближайшее время произойдет, такие законы будут рассмотрены. Мы начали прием заявок для выдачи займов предпринимателей. По данному, мы из бюджета включили сейчас в фонд микрофинансирования 300 миллионов рублей. Значит, эти займы будут беспроцентными на заработную плату сотрудников, на оплату арендных платежей по заниженным процентным ставкам, на погашение ранее взятых кредитов, на строительство коммерческих знаний, а также нецелевые займы. Хотел бы отметить, что процентные ставки по ним не будут превышать ключевые ставки Центробанка. Число заразившихся в Дагестане растет ежедневно. Всего в регионе проведено около 29 тысяч тестов. Более 4 тысяч человек находятся в данное время на изоляции. Врачи в круглосуточном режиме наблюдают за больными и борются за жизнь каждого. Как заявил Владимир Васильев, правительство Дагестана работает над тем, чтобы подготовить для них специальную награду. Абдурахим Билалов Даганай, Камила Раджабова. Время новостей.